Тоня, ну что же ты молчишь? А что молчу? Я уже засмотрелась на это... Ямалайской соли наелась. Я смотрелась на это оливье, уже мне тоже захотелось. Смотрю, а на столе ничего нету. Как-то Даша готовила-готовила, а нам ничего не принесла. Спасибо большое. Но, Саш, я тебе хочу порадовать. В нашей студии уже появились гости. Я готова их представить, его представить. Это Алексей Волков, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как же я люблю, когда к нам приходят гости. А когда гости к нам приходят не с пустыми руками, я просто обожаю вдвойне эти дни. Корыстно, как и все женщины. Корыстно, как и все женщины. Я видела, что вы, Алексей, пришли не с пустыми руками. Не с пустыми руками. Будут подарки. Да, на самом деле, такой первый подарок для вас, для девушки, конечно же, это такой ежедневный мастера гостеприимства. Мастера гостеприимства. Я, кстати, хочу заметить, что для журналистов иметь блокноты всегда актуально. А вы знаете, Тоня очень негостеприимна. Если бы вы к ней в гости пришли, она бы вам арбуза вынесла. Конечно же, новогодние шарики. Открытка. Смотрите, какой тоже потрясающего цвета шарик. Красивый шарик. Ну и вот такая я всегда всем показываю. Сегодня мир такой, он очень интересный. Как нам нужно что-то такое решать, когда вы что-нибудь сможете. Вау, Саша, я смотрю то, что тебе, к сожалению, из подарков ничего не досталось. Мне тоже остался еще один пакет с подарками. Ага, отлично. Так что... Отличный, кстати, интересный подарок. Если вы не знаете, что, например, подарить коллегам, то, кстати, очень интересно. Это вообще крутая вещь. Спасибо, что вы пришли. У вас тоже есть гостеприимна. Не то, чтобы я радуюсь только подарком, я, конечно же, радуюсь и нашим гостям, потому что сегодня мы будем обсуждать очень интересные темы. И в первую очередь хотелось бы обсудить конкурс. Да. С какими вестями пришли? Что за конкурс? Рассказывайте для нас и наших зрителей. Весной прошлого года мы придумали провести федеральный конкурс. Аналог лидеров России, только для тех, кто так или иначе связан с индустрией гостеприимства, кто гостеприимен и не обязательно в ней работает, кто студент. И больше 20 тысяч заявок поступило на конкурс. Можно нас всех поздравить. Крым второе место занял в стране по количеству регистраций. А это значит, что интерес есть, желание у людей быть гостеприимственными есть. И я думаю, что это большое будущее. На самом деле это отличные новости, я вам хочу сказать. Но расскажите поподробнее, что предполагает с себя конкурс, как подавались заявки, и кто мог поучаствовать, и все, уже поздно, уже стоп. Да, сегодня в 12 часов ночи все закончилось. Почему вы не пришли к нам раньше? Я приходил раньше и рассказывал про это раньше. 13 ноября Ольга Юрьевна, главодец руководителя комитета в Москве, этот конкурс запустила. Мы до 29 декабря, еще с 20 декабря, продление делали регистрации. Конкурс для студентов, для предпринимателей, для общественников, лидеров общественных организаций, для всех, кто сегодня связан с индустрией гостеприимства, работает в ней, или кто только планирует это сделать. Самое главное, что профиль победителя – это тот, кто хочет быть гостеприимным, умеет им быть, знает о своем регионе, городе и поселке, что-то многое хочет рассказать об этом всей стране, хочет, чтобы ехали туристы, гости, экскурсанты. Мы с вами, все, кто за этим столом, гости в ресторане, в гостинице, в каком-то курорте, неважно, за границей ли это, в нашей стране, в Крыму. И мы хотим сделать страну более гостеприимной, мы хотим найти, так скажем, талантов и ищем таланты среди людей именно в гостеприимстве. Алексей, хорошо. Мы поняли, что это за конкурс. Объясните, как быть гостеприимным? Что это значит? Есть ли какие-то правила? Правила, конечно, есть. Если это касается самой индустрии, конечно, есть стандарты сервиса, стандарты гостеприимства. А если просто говорить человеческим языком, то, конечно, это улыбка сердцем, это общение, это коммуникация, это рассказывать о том, где вы живете, что можно посмотреть, что можно увидеть, когда к вам приезжают гости. Алексей, к сожалению, наше время уже подходит к концу, но еще хотелось бы спросить. Ну, ты все спрашиваешь, дайте мне. Ну, хорошо. Алексей, у меня к вам просьба. Могли бы вы что-нибудь пожелать нашим крымчанам? Скажем, может быть, отвлеченная темой туризма, но от всего сердца. Безусловно, хочу и могу пожелать. За эти пять лет Крым коренным образом изменился в сервисе, в том числе и в гостеприимстве, и конкуренция серьезная, и отели меняются, рестораны. Сама индустрия становится лучше. Хочу, чтобы еще через пять лет мы были самым лучшим курортом в мире, и все ехали к нам в Крым, потому что мы с вами самые удивительные, самые уникальные и самые необычные. С наступающим Новым годом. Спасибо большое. Так искренне. Представь нашего гостя. С удовольствием представлю, потому что на самом деле аж сердце забилось еще сильнее, когда вы так, наверное, готовились дома, поздравления просто потрясающие. Я хочу сказать, что вот сейчас вас представят, но мы вас так просто не отпустим. Не отпустим. Но я напоминаю, что в гостях у нас был Алексей Волков, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства. Спасибо большое, что вы пришли к нам в эфир. Но мы тоже будем гостеприимными и в обязательном порядке. Пригласим вас сделать небольшое праздничное фото. Он за нашими спинами телевизор. Давайте к нему пройдем. Давайте я пойду первая. Я буду как первооткрыватель и покажу вам, куда надо пройти. У нас уже Крымооткрыватели, Тоня. Не надо чужие лавры похищать. А я не буду Крымооткрывателем. Мне кажется, что я буду фотооткрывателем. Мы вас посредине поставим. Спасибо. Смотрим прямо в камеру и на счет 3 улыбаемся. 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 Продолжение следует...